Нижние края бюстгальтера, независимо от того, с косточками этот бюстгальтер или он бескостный, должны располагаться ровно в зоне субмамарной складки. То есть это та самая зона основания груди, откуда растет грудь. Вот именно в этом месте должна быть косточка. Если она сползает ниже, а это случается при большом поясе, при неправильно подобранном бюсте, то бюст будет сидеть на животе. Если бюст имеет слишком большой размер пояса и будет сползать, не будет сидеть вместе и не будет фиксировать грудь именно в районе субмамарной складки, фиксировать чашки, вот нижняя граница пояса, а будет сползать вниз, это неизбежно, если пояс слишком широк, то что мы получим? Наш бюст будет сидеть на животе, мы будем животом дышать в течение дня, кушать, он к вечеру, ну простите физиологически от элементарного естественного газообразования, к вечеру будет увеличиваться и расширяться. И мы будем говорить о том, что наш бюст очень тугой, он нам давит, нам тяжело, он и так для нас очень жестко сидит и так далее. На самом деле он не тугой, он как раз слишком свободный, именно поэтому он висит у нас на животе. Это неправильная посадка, то есть вот именно та зона, где он должен находиться, вот здесь это должно очень четко соблюдаться. В противном случае, если мы сажаем бюстгальтер при подборе сразу ниже, то мы заведомо подбираем неправильный объем пояса. Когда мы делаем замеры, мы делаем замеры ровно в зоне субмамарной складки.